Хоккей в Сестрое всегда был популярным видом спорта. Еще два десятка лет назад на лед выходили сборные команды и взрослых, и детей. А те, кто еще не мог лихо закладывать виражи на коньках, с увлечением гоняли шайбу в дворовых хоккейных коробках или прямо на городских улицах. Но прошедшие 20 лет по ряду субъективных и объективных причин стали для хоккея в нашем городе временем забвения. И вот с 2016 года, благодаря инициативной группе молодых единомышленников, ледовые баталии вновь появились в расписании соревнований, проходящих в нашем городе. В феврале этого года на оборудованной самими организаторами ледовой площадки прошел первый турнир дворовых команд «Зимняя классика», который способствовал массовому увлечению сестройских мальчишек спортом настоящих мужчин. Проведенный в Сестрое турнир «Зимняя классика-2017» не остался незамеченным. Михаил Казаков, руководитель общественной организации «Возрождение» и Всероссийского общественного движения «Юнармия» в Оховском районе при поддержке депутата Госдумы Сергея Петрова, а также благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко «Добрый лед» выбрали с сестрой местом проведения хоккейного фестиваля. Тренируемся мы меньше года. Сегодня тренировка проходит в спортзале. Но мы надеемся, что скоро выйдем на лед. Но, к сожалению, в сестрой нет оборудованных для этого специальных площадок. Но я надеюсь, что скоро их построят, и мы сможем выйти на лед. В обычном режиме занятия юных хоккеистов проходят три раза в неделю. Но в последнее время у мальчишек началась активная подготовка к семейному хоккейному фестивалю «Люблю папу, маму и хоккей», который состоится 24 декабря в 10 часов на стадионе у детской и юношеской спортивной школы. Команды будут делиться на три дивизиона. Это дивизион мальчиков, дивизион девочек и семейный дивизион. На поле будут одновременно участвовать от команды по три человека. Сразу одновременно будут проходить на трех площадках. Вся экипировка будет предоставлена. Это шлемы и клюшки. Коньки не требуются, потому что будут проводиться на снегу. Игра будет мячиком. Будет полевая кухня. Можно будет горячей еды поесть, попить чаю горячего. И по какой системе будет проходить соревнования? По системе олимпийской, то есть на выбывание. Команда, которая проигрывает, она выбывает, а которая выигрывает, двигается дальше. Итог будет заключаться в том, если мы покажем организаторам соревнований хороший спрос на хоккей в нашем городе, хороший интерес проявим, то есть вероятность, что фонд Тимченко «Добрый лед», они смогут нам поставить хоккейную коробку настоящую. Фонд Тимченко занимается установкой коробок по всей России в малых городах. В конце турнира все участники получат памятные призы, а победители – кубки и медали. Заявки на участие дети подают в своих школах, а семейные команды – по телефону Оргкомитета. Плюс 7-999-209-03-69 или по электронной почте. Предстоящие соревнования заявлены не просто как турнир по хоккейу, а как семейные состязания. Поэтому, кроме трех подростков, состав команды может быть представлен двумя детьми и взрослым, или двумя взрослыми и ребенком. Мамы и папы, бабушки и дедушки, давайте поддержим наших детей и примем участие в хоккейном семейном фестивале. Ведь кроме победы вашей семейной команды, вам гарантировано веселое и активное время проведения. Продолжение следует...